Привет. Давай начнем с простого вопроса. Что ты решил в 2014 или 2015 году пойти в патрульную полицию? Ну, не в смысле как-то там, не какие-нибудь вот эти пафосные речи, которые там часто рассказывают патрульные, а вот как это было? Ты проснулся, решил, что я буду патрульным? Ну, практически. Это был 15-й год, ну, нужно понимать, что вначале шел 13-й, начался Майдан, и, наверное, меня просто не покидало ощущение, что я слишком мало сделал для него. А потом был 14-й, началась война, и я работал на производстве, в принципе, зарабатывал, наверное, неплохие деньги на то время, но все равно вот это чувство, что я делаю слишком мало, оно типа оставалось. И потом я услышал про эту реформу, и вначале патрульная полиция запустилась в Киеве, я смотрел, как это происходит в Киеве, буквально мониторил социальные сети, новостные порталы, и мне показалось, что это по-настоящему круто. То есть во время Майдана меня безумно возмущало то, как работает милиция, но я не мог понять, в чем именно. То есть я понимаю, что как в Украине жестко разгоняли демонстрации, так и, в принципе, в Европе тоже достаточно жестко обращаются с демонстрантами, в общем, бьют их палками, но где-то что-то было не так. И, ну, когда я смотрел видео, я начал понимать, что, ну, просто то, как работает Беркут, это просто ненормально, и это просто у меня не укладывается в голове. Там даже есть видео, где просто рота Беркута бежит по улице, и, типа, лежат некоторые журналисты, или дедушки, или просто какие-то активисты, и каждый из Беркутов, кто бежит мимо них, он, типа, меняет свое направление движения, и подбегает к лежачим, и добивает их, типа, там, палкой, или ногой, или чем-нибудь таким. Я понимал, что так не должно быть. Я понимал, как должно быть. Я понимал, что если это демонстрация, то, наверное, полицейский должен выхватывать самых агрессивных демонстрантов, как-то нейтрализовать их, а люди, которые случайно или специально там оказались, но которые не представляют никому угрозу, они, типа, не должны стать жертвой, так сказать, этой полицейской репрессии. Вот. И отсюда у меня возникло с самого начала, еще с 13-го года, ощущение, что я знаю, как должно быть. И когда я увидел эту реформу, когда я увидел, как ребята работают в Киеве, что они молодые, честные, у них горячие сердца, мне показалось, что это очень круто. И потом я увидел в интернете набор в Харькове, честно говоря, абсолютно не думал, что я пройду, на всякий случай подал анкету, не знаю, это было, наверное, очень импульсивное решение. И потом меня пригласили на отбор, на собеседование, в общем, на все эти экзамены вступительные, я их все прошел, и потом меня пригласили на обучение. Даже когда меня пригласили на обучение, наверное, я, типа, не был уверен, что я его пройду, там были наши инструктора, в том числе бывшие милиционеры, которых учили, как преподавать нам, канадские и американские полицейские. Причем достаточно высокопоставленные, там был начальник, бывший начальник ФБР Хьюстона, был один начальник полицейских водолазов, в общем, такие очень уважаемые полицейские. И я видел, как проходило обучение в Киеве и в Харькове, я даже тогда, типа, был не уверен, что я смогу это пройти. И тем не менее я прошел, хотя очень много классных ребят, в том числе моих знакомых, отсеялись. Ну и как-то так это произошло, и, наверное, поэтому я и задержался, потому что у меня появилась возможность работать и делать полицейскую работу такой, какой я вижу, какая она должна быть на самом деле, типа, в нашем идеальном мире. То есть как-то так. Как тебе работает, получается, уже три года? Три года. Три года. Ну, мне нравится моя работа. Мне нравится моя работа. В ней очень круто то, что, по большому счету, у тебя есть, государство дает тебе те полномочия, которые тебе нужны для того, чтобы изменять окружающую действительность. То есть человек может быть сколько угодно активистом. Вот мой хороший товарищ, он достаточно, у него активная жизненная позиция. И вот он выходит из супермаркета класс на 23 августа, каждый раз возмущается о том, что там парковки для инвалидов, и вечно они заставлены машинами бизнес-класса, Mercedes, BMW. В общем, он пытается к ним подходить, делать замечания, в основном его посылают, и на этом все заканчивается. И в этом отличие в том, что если в тебе есть такой стержень, стержень активиста, стержень человека, который, типа, хочет менять то, что происходит вокруг, то у тебя есть инструменты, реальные инструменты для того, чтобы это менять. Человек, которому ты сделаешь замечание за неправильную парковку, скорее всего, забудет об этом через 5 минут. Человек, которого ты оштрафуешь на 1700 гривен, мало того, что он сам каждый раз будет думать, что реально это чревато. И, скорее всего, он расскажет об этом своим друзьям, своему окружению, и даже каждый маленький штраф, он несет огромный смысл в общей картине. Слушай, все-таки вот эта картинка, которая появилась в сентябре 2015 года в Харькове, парад, полицейские заступают на работу, фотографии, селфики, ну, это такая, это фасад, а за фасадом реальная жизнь. Вот самую жесть ты можешь вспомнить, в которой ты участвовал? Жесть? Да, да, жесть. Что это было? Да, она каждый день происходит, и там тяжело что-то выделить. Ну, во-первых, я, наверное, не ожидал, что, когда шел в полицию, я не ожидал того, что, в принципе, 99% твоей работы – это работа в негативной среде. Ты сталкиваешься с негативом, то есть полицейские никогда не приезжают туда, где все классно, там всегда какая-то проблема. И даже если ты штрафуешь самого эрудированного и интеллектуального человека, никто не хочет быть оштрафованным, всегда это будет вызывать какую-то агрессию, стресс для человека, в ходе которого будут проявляться какие-то, наверное, не те качества, которые должны. И это работа в стрессе и в негативе. Это достаточно сильно морально давит на всех, причем, я так понимаю, что, наверное, это всегда, и во всех правоохранительных структурах так было, что всегда из-за этого начинается какая-то профдеформация. Ну, это что? Вот приведи примеры. Очень много пьяных людей. Из них они как будто притягивают к себе все эти ситуации, на которые приезжаем мы, и львиная доля особенно ночных вызовов связана с пьяными людьми. Пьяный человек, у него все, что он держит внутри себя трезво, у него это по пьяни вырывается наружу, в том числе его какое-то личностное понимание справедливости активизируется, и никто не брезгует продемонстрировать это окружающим, полицейским в том числе. Ну, из такой жести, наверное, была одна ситуация, когда мы приехали на массовую драку на клубе Миста, и, в общем, там была такая ситуация, я видел там три наряда ГСО, Государственной службы охраны, поэтому, наверное, у меня было какое-то мнимое ощущение безопасности, потому что я уже видел, что здесь есть полицейские. И я выхожу из Приуса, и эти полицейские показывают на человека, говорят, что он нанес другому человеку телесное повреждение, в общем-то, типа, задерживая его. У меня же первая мысль, что вы его не задержали, ну, что же полицейские, у вас тоже есть наручники, там все. И я к нему подхожу, он достаточно агрессивный, его там держат друзья, я пытаюсь спокойно ему объяснить, что, блядь, давай, успокойся, расскажи мне, что произошло, типа, все будет нормально, мы просто хотим разобраться в том, что произошло. Как бы просто подожди здесь, я пойду поговорю со второй стороной, я думаю, что все будет хорошо. И буквально я отворачиваюсь, и он начинает убегать от нас. Я его догоняю, хватаю его там за руку первый раз. Человек, который убегает, у него точно что-то, не все в порядке с законом. Человек, который уверен в том, что у него все в порядке, он вряд ли будет убегать от полицейского. Я его догоняю, хватаю за руку, он вырывается, я его догоняю второй раз, и получается, что он там так дергает меня, мы вдвоем падаем на землю, начинаем бороться. В ходе этой борьбы я чувствую, что он схватил за рукоятку моего пистолета, а у меня открытая кабура, то есть, ну, каждый полицейский выбирает кабру так, чтобы она была максимально удобна именно для него. И у меня это открытая кабура, которая позволяет мне максимально быстро извлечь пистолет. И, собственно, там никакие кнопки нажимать ничего не нужно, просто если он уже взял, то ему достаточно достать его, привести в боевую готовность и выстрелить. И в последний момент я успел выбить его руку, перевернуться, упасть на пистолет, потом подбежали его друзья, начали пытаться помогать ему, и в итоге закончился такой кучей малой, человек десяти. К тому моменту уже подъехали, типа, другие патрульные с моей роты, и они там начали разбрасывать эту кучу малу, там было больше десяти задержанных на той ситуации, из-за массовой, типа, беспорядки, из-за хулиганства. И полицейский с моей же роты не смог меня узнать в этой куче людей, и он схватил меня за спину, начал, типа, достаточно грубо доставать, потом узнал меня, типа, говорит, Денчик, что ты там делаешь? Типа, я смотрю, чувак в грязной черной куртке, кажется, у него еще был пистолет, там, типа, и, ну, в общем, такая ситуация. То есть, ну, очень часто в своей работе ты на грани, и очень важно, типа, не терять бедительность. Я не думал, что, наверное, когда я поступал в полицию, что, типа, настолько на грани ты будешь каждый день, ну, как-то так. Ну, да, Брест вас называют уличной пикотой. Да. Скажи, пожалуйста, вот сейчас, спустя три года, вот эти сколько у вас? Четыре месяца подготовки было? КМБ было? Ну, у нас было три с половиной, а сейчас немножко больше, четыре или пять. Достаточно, вот реально, ты понимаешь, этого было для того, чтобы работать и выходить сразу в поле или нет? Я думаю, более чем достаточно. Надо понимать, что нам было немножко тяжелее, потому что мы были самые первые, у нас не было, там, старшего напарника, который уже проработал, который, там, сможет подсказать или помочь. То есть, нас выпустили на улицу, мы, ну, с одной стороны, была картинка, которая была у нас в головах, там, после учебки, и с другой стороны, абсолютно другая, иная реальность, к которой мы объективно не были готовы. Сейчас же уже совершенно другая картина. Новый полицейский, который прошел курс обучения, его сразу же ставят к более опытному патрульному, и он ему помогает, не дает ему делать глупости, ну, и намного быстрее человек акклиматизируется и втягивается в этот процесс. Вот. А 3-4 месяца – это более чем достаточно. То есть, все равно весь профессионализм, он приходит с опытом. И приходит достаточно быстро. То есть, для того, чтобы уже чувствовать себя уверенно и делать свою работу, там, даже одному, мне кажется, 3-4 месяца на линии, и ты уже более-менее адекватный патрульный, и ты знаешь, как действовать в той или иной ситуации. А эти 4 месяца, для чего они нужны? Во-первых, дают введение в то, как работает законодательство. Какие есть законы, чем мы оперируем, какие есть инструкции, постановления Кабинета министров. Мы это все в этом варимся, учим это. И это примерно то время, которое нужно, чтобы охватить весь этот объем, типа, законодательной базы, который тебе нужен в работе. Хотя, безусловно, с работой ты продолжаешь учиться, развиваться. Каждый день, наверное, уважающийся полицейский, он открывает или Кодекс Украины про правонарушения, или какие-то постановы Кабинета министров 2008 года. Если ты в этом варишься, ты хочешь быть, ты обязан быть умнее правонарушителя или бандита, умнее, хитрее, смекалистее. Ты должен быть лучше его во всем, для того, чтобы делать свою работу хорошо. И тебе придется это все учить. А в остальном, ну, что там за три месяца учатся? Тебя могут научить оформлять ДТП. Это не так сложно, для этого много времени не нужно. Тебя могут научить основам какого-то рукопашного боя. Каждый, я думаю, за это время успевает отработать и закрепить те приемы, которые он будет использовать в дальнейшем чаще всего. Там учат... Что там учат? Огневая. Огневой мало. Огневой много не может быть. А сейчас ее, кстати, я общаюсь с несколькими патрульными, еще другими, и они говорят, что выехать в ТИР – это очень редкое событие, это праздник. Да, ну, как-то волнами. То мы стреляем там каждый месяц, то полгода не стреляем. Ну, не может быть достаточно огневой подготовки. Для того, чтобы быть профессионалом, ну, мне кажется, нужно каждый день холоститься с пистолетом у себя дома, и если там есть какой-то травмат, там через день на стрелу какой-то делать. Этого достаточно никогда не будет. А для того, чтобы уметь пользоваться оружием, уметь приводить в боевую готовность, стрелять, вести себя с оружием. То есть огневая – это, мне кажется, на 10% работа с пистолетом, и на 90% работа с окружающей средой, работа там с правонарушителем и так далее. Это тактика. А вас учили, как вести себя, если бабки предлагают? Ну, да, проходил этот вопрос. Ну, у меня была уже одна ситуация, когда нам удалось задокументировать предложение взятки. Ну, раньше с этим было тяжелее. На это не очень охотно шли райотделы. В плане документирования этого. То есть, ну, как ты вызываешь лист на оперативную группу, она приезжает, на этом все заканчивается. Она выходит на выхлопе на следующий день. Это ты уже рассказываешь, что произошло, если тебе совали. А вас учили, как себя вести? Нет, нам, конечно, учили. Ну, объясняли такие вещи, что, там, типа, если тебе предлагают, ты остановил человека в машине, он предлагает водительское удостоверение в корочке, предложить человеку достать удостоверение, потому что, если он передаст, там могут быть деньги, лучше исключить эти ситуации, там, типа. Ну, а что? Нет ничего сложного в том, чтобы отказаться и предупредить человека об уголовной ответственности. До большинства людей это доходит сразу. Много раз тебе предлагали деньги? Да через день предлагают, но это же как выглядит. Человек спрашивает, как, так, может, как-нибудь там по-другому. Ну, если ты уверен в себе, если ты уверен, что тебе это не нужно, ты просто говоришь, ну, типа, уважаемый, у вас не получится как-то обойти эти углы, ну, вы нарушили, вы должны принести за это наказание и все. И, ну, смышленый, умный человек, он сразу понимает, что все, ну, типа, это не тот человек, которому стоит предлагать. На этом разговор заканчивается. А вообще-то, оно бывает, что ты останавливаешься, особенно с пьяными людьми, особенно, которые совершили какой-то криминал, который будет настойчиво предлагать. Там все шансы это задокументировать. А зарплаты хватает, патрульного? Да нет, конечно. Мы думали с коллегами, что для того, чтобы более или менее комфортно и уверенно себя чувствовать полицейским, вообще ни на что не жаловаться, ну, нужно хотя бы 20-25 тысяч гривен зарплаты. Но на фоне того, что сколько получают врачи, сколько получают другие госслужащие, об этом сейчас говорить не приходится. А сколько сейчас получают среднестатистические патрульные? У нас в маленьких городах, как бы, зарплата сейчас 8, там, 8,5, а в городах-миллионниках и города, которые приближены к зоне АТО, там 10. Ну, просто я думаю, что человек, который захочет пойти в патрульную полицию, там, ради зарплаты в 10, если у него до этого была зарплата 6 или 7, то ему там точно не место, потому что это не та работа, ну, где ты можешь получать эти деньги и радоваться этим деньгам не напрягаясь. Здесь в любом случае, мне кажется, должен быть какой-то стержень, в том смысле, что ты должен любить эту работу, гореть этой работой, не бояться рисковать на этой работе, и тогда зарплата уходит на второй план. Слушай, я понимаю, что 5.11 у вас уже все произносилось, и у вас теперь отечественного производителя формы. Приходилось покупать самим себе форму? Докупать там пола, что-то еще? Да, идея в чем? Ну, во-первых, вот буквально полгода назад, или даже несколько месяцев назад, мне еще успели выдать пола 5.11. То есть там какие-то залежи еще есть, и периодически их выдают. Правда, выдали 2XL размер, мне пришлось заплатить около 300 гривен, чтобы перешить ее полностью, перекроить, и это столько, сколько стоит в целом новое поло. Но современная форма украинская, там была Торнадо и еще одна фирма, я не помню название, но ее можно носить, но она быстро выграет, она быстро затирается, она не самая удобная, не самая функциональная. И дело в том, что это не то, что в милиции, когда тебе просто не выдавали форму, и ты был вынужден ее покупать где-то за свои деньги. Это не та ситуация. То есть тебя форма обеспечивает, но если ты хочешь носить качественную форму, которая тебе там будет реально помогать в работе, ну, ты же в ней ходишь, типа, хочешь, иди, бери там, милитаристе. Форма МТАК, она действительно классная, она мало чем уступает 5-11. Но это на усмотрение инспектора, каждый сам для себя решает. Никто не заставляет, и нет проблем каких-то реальных дыр по форме. А сколько вам комплект на год выдают? Ну, есть нормы, это один мир, есть то, что выдают в реальности, это совершенно другой мир. В реальности шло? В реальности некоторые вещи выдают, чаще, чем нужно. Некоторых вещей там не хватает. Основная проблема, что там, допустим, зимнюю форму часто выдают летом, а летнюю форму часто выдают зимой. То есть нам в последний раз весной повыдавали свитера, там термобелье. Выдают термобелье? Да, выдают термобелье. Клево. Слушай, а как с Prius'ами? Ну, как бы, вот эта картинка, что их лупят постоянно. Да. Можешь вообще прокомментировать, как качество вождения твоих коллег? Я, во-первых, хочу сказать, что эта картинка, это очевидно, что она создана искусственно. Весь, по крайней мере, акцент с избитыми Prius'ами, очевидно, что он создан искусственно. А кем? Но есть целенаправленные проекты по бребе с патрульной полицией, как с реформой в Украине. Это про дорожный контроль? Не только. Ну, я не хочу куда-то указывать, но очевидно, что идет какое-то финансовое влияние, потому что целенаправленно заниматься только патрульной полицией, ее дискредитацией, мне кажется, можно только за деньги. И одно дело, когда это делают какие-то активисты, которые действительно выявляют недочеты, а другое дело, когда речь идет о поливании грязью и о дискредитации прямой. Ну, никто это бесплатно делать не будет. Prius. В любой стране бьются полицейские машины. Это нормально. Полицейский автомобиль циркулирует по городу круглосуточно. Патрульная полиция циркулирует по городу круглосуточно. Мы всегда работаем, у нас вождение связано с риском. Это не работа такси, хотя, ну, если взять любой топовый автопарк служб такси в Харькове, посмотреть, какой у них процент разбитых машин, я думаю, он будет намного больше, чем у нас. И если взять там те же скорые помощи, я думаю, там примерно тот же процент разбитых машин. Сейчас, в отличие от начала службы, когда действительно много водителей только получили водительские удостоверения, и было тяжело, они никакие машины раньше не управляли, им, конечно, было тяжело. И тогда было такое, что из-за невнимательности или из-за неопытности патрульные разбивали машины по своей вине. Сейчас, мне кажется, по моим субъективным наблюдениям, процентов 80% это ДТП не по нашей вине. Это просто ДТП, которые случаются, и это нормально. Ну, то есть нельзя бесконечно ездить на машине, ни разу, чтобы в тебя никто не врезался. Это нормально. Вопрос в другом. Как бы слишком много акцентов на этом делается. То есть мы же никогда не видели фотографии там разбитых автопарков скорой помощи. Ну, я думаю, они тоже внушительные, да? Но об этом никто не говорит. Хотя иногда мы смотрим на то, как управляют машинами водители скорых помощей, и мне тоже хочется остановить его и как минимум пообщаться с ним, а как максимум оштрафовать. А что касается опытности водителей, ну, те патрульные, которые три года работают и управляют автомобилем с повышенным риском, мне кажется, они достаточно опытные на сегодня. Слушай, а как вот эта история с обслуживанием? Ну, прокомментирую ее. А вот это какое-то время назад она была с обслуживанием техническим Prius'ов? Типа там в определенном месте их обслуживают, и там есть какая-то нечистая история. А где вы обслуживаете машины? У нас есть сектор автохозяйства в нашем управлении, и у этого сектора есть, там рядом с Шевченко 26, рядом с сервисным центром МВД, там есть своя автомойка и свое СТО. Большинство поверхностных работ делают наши сотрудники управления, которые откомандированы или работают в этом секторе. Соответственно, они там делают весь поточный ремонт и так далее. Есть вещи, связанные, например, с гибридными системами, Prius, это же гибридный автомобиль. Там наших мощностей не хватает, там обслуживают в основном официалы, то есть Toyota, если речь идет о Prius. Но что касается ремонта где-то в левых местах, я на самом деле не совсем понимаю, что за скандалы, о чем речь идет, но есть такая практика, типа если патрульный где-то там зацепил бордюр, когда сдавал назад, у него всегда есть выбор, он может там оформить это ДТП, у него изымутворительское удостоверение, там привлекут к административной ответственности по 124-й статье, он там штраф заплатит. И в итоге, скорее всего, в начале наше СТО сделает, потом, возможно, там будет какой-то регресс от департамента в финансовом смысле. Ну и второй вариант всегда есть у человека, если он сам где-то коснул бордюр, он сам может его сделать, и я, честно говоря, не вижу в этом ничего плохого. Я думаю, что в любой фирме, даже не государственной, где есть какое-то автохозяйство, есть какие-то машины, всегда, если есть водитель этой коммерческого автомобиля, если он сам где-то коснет машину, ему предложат либо самому починить, либо чинить там, ну в общем, как-то так. А бензин за свое угло приходилось покупать? Нет. С бензином? Ну бывают иногда небольшие перебои, но в целом у нас достаточно все хорошо. Выделяется 20 литров на смену, ну то есть на сутки, этого более чем достаточно, учитывая, что это гибридный автомобиль, там пониженный расход. А с чем у вас нехорошо? С чем нехорошо? Да, наверное, ну честно говоря, единственное, наверное, что меня раздражает, это периодически бесплатные внеурочные выходы, там на мероприятия, которые организовывает либо горсовет, либо, ну в общем, на футбольные матчи, на перекрытие, регулировку. Хотя сейчас, в принципе, уже, наверное, с этим, ну в первые годы мы просто тупо выходили бесплатно, в свои выходные работали. В других городах, насколько я знаю, что в Киеве там вроде как идут какие-то доплаты от горсовета за эти выходы, как это и должно быть по закону, а у нас это всегда было бесплатно. Но сейчас у нас такие выходы компенсируются дополнительными выходными, и, честно говоря, ну я даже не знаю, на что жаловаться. То есть идея в чем... Какая работа хорошая, не начнешь шума. Не, идея в чем. Я думаю, если взять среднестатистического патрульного в Харькове, он всегда найдет какие-то недочеты и какие-то вещи, которые его будут бесить. Кто-то будет жаловаться, наверное, на отдел мониторинга, который слишком там чрезмерно контролирует нас, штрафует там нас за то, что ты вышел из машины без кепки или без головного убора, или там жетон у тебя спрятан, или ты без фамилии, или еще что-то такое. Люди начинают жаловаться, что мониторинг – это такая внутренняя ГБ-шная система, которая, типа, создана для того, чтобы бодрить тебя. У меня нет таких проблем. То есть мне кажется, типа, если ты качественно работаешь, если ты сам строг к себе, то и вопросов со стороны мониторинга к тебе не будет. Кто-то жалуется на эти же выходные, ну, опять, человек начинает, наверное, конфликтовать с руководством, руководство начинает, соответственно, также к нему относиться, и, возможно, он чувствует какие-то, какую-то несправедливость в работе. То есть к нему как-то слишком, слишком ангажировано могут относиться. Но может быть такое. Хотя… Тебе штрафовали уже за что-то? Отдел мониторинга? Ну, или другие отделы? Ну, у меня был случай… Доганы есть? Доганы нету. Есть зауважение дисциплинарное. Идея в чем? У меня украли сумку, в которой было удостоверение. И газовый баллончик. Ну, причем не полицейский, а мой личный. И, ну, раньше я знаю, что за это и увольняли с милиции, и там неполный ход давали и так далее. Но у меня действительно была кража. Единственное, что, внешне, наверное, это выглядело не очень красиво, потому что кража была в баре. И ощущение, что, типа, я пропил сумку с удостоверением. Но, тем не менее, есть уголовное производство по факту кражи. И объективно… Ну, где-то, наверное, я не досмотрел, раз у меня украли мою вещь, тем более с удостоверением. А где-то, наверное, все-таки от меня это не зависело. Но в итоге у меня зауважение, и там на 2000 оштрафовали. Ну, типа, я с этим согласен, потому что это был, в том числе и мой бог, наверное. В остальном, ну, кажется, не было у меня ничего. Бывали случаи, когда ты жалел, что у тебя не хватает для чего-то полномочий? Ну, вот. Полномочий не хватает. Полномочий откровенно не хватает. И не хватает социальной, наверное, и социальной, и юридической защищенности полицейского. У нас нет страховок, как таковых. То есть, хотя работа с повышенным риском, у нас есть одноразовая грошовая допомога в связи с инвалидностью, або с мэрностью повязанной вознесения службы. Ну, насколько я знаю, их вроде бы выплачивают без проблем, но как таковой страховки за то, что ты сломаешь ногу где-то на службе, или там в тебя выезжатся машины, или тебя подстрелят, ну, как такового страхования, как бы, нет. Этого не хватает. Не хватает часто инструментов законодательных для того, чтобы выполнять полицейскую функцию. И вообще у нас очень много огромнейших дыр в законах, и в том числе в новых, которые, казалось бы, уже должны быть максимально продуманы. Несмотря на то, что Кодекс Украины про административные правонарушения у нас в 80-х годов, и за многие нарушения существенные, как мне кажется, у нас там штрафы какие-то там полнеоблагаемого минимума, там 9,5 гривен. То есть за распитие, просто за распитие на улице, если ты будешь пить водку на улице, ты можешь отделаться письменным предупреждением, а можешь штрафом от 17 до 80 гривен. В общем, это смешно. Там это пиво или это водка будет стоить дороже, чем штраф. И, ну, я думаю, вот очень показательный пример есть. В, кажется, в 17-м году вышел закон Украины про административную ответственность за использование георгиевских ленточек. Ввели статью 173 прим. 3 купап, там солидный штраф, в общем, за использование георгиевской ленточки, символики и так далее, и за изготовление в том числе. И, ну, надо понимать, вот как работает кодекс Украины про административные правонарушения. Там есть 222-я, 255-я статья. Это статьи, которые регулируют перечень органов, которые имеют право составлять протокол на какой-то статье. То есть некоторые там рыбнодзор составляет, некоторые налоговые и так далее, некоторые полиция. И список статей, которые уполномочено рассматривать суд. А это там какие-то статьи рассматривает суд, какие-то мы рассматриваем и так далее. И создают новую статью, классную, супер прописанную, и ее нету. То есть никто не уполномочен составлять протокол по ней, и никто не уполномочен рассматривать ее до сих пор. Головные науково-дослинные институт Украины, там, проблем правоведения и всего такого уже сделал все вы снова, потому что не хватает вот этого маленького изменения для того, чтобы эта статья заработала. И в итоге с чем мы сталкиваемся? Я вижу человека на улице, это реальная ситуация, ему лет 50, он в частном секторе, и он гуляет в футболке Крым-Россия, и здесь две георгиевские ленточки. Ну у меня возмущение, все, я его останавливаю, а я еще на тот момент, я не проверял эту статью, ну то есть не анализировал по законам, я его останавливаю, говорю, ну так и так, есть административная ответственность, все, ну я там срываю эту футболку, да я русский, да мне наплевать, там и все такое, делай, что хочешь. И я собираюсь писать протоколы, понимаю, что ну как бы, ну я его не имею права писать, и никто его не имеет права писать, и даже если я его напишу, его некому рассматривать. То есть с таким же успехом я его могу оштрафовать на 1700 гривен, но это будет одинаково незаконно, как и ИСУ, да. Я понимаю, что есть такая коллизия, ну наверное, как бы важно, что если есть такая ответственность, наверное я могу использовать по аналогии, в общем, этот протокол, то есть я могу написать протокол, потому, ну очевидно, что этот протокол имеем право составлять, мы должны иметь право, и очевидно, что суд обязан его рассматривать, потому что там есть изъятие и конфискация, то есть, ну по аналогии, по правовой аналогии, мы составляем протокол, суд рассматривает. Я думаю, ну если 173 статья, это мелкое хулиганство, 173 прим 2, это семейное насилие, если там все работает именно так, то, наверное, здесь это должно работать так. Может быть суд все-таки, ну найдет в себе силы признать, что есть такая ошибка в законе, и типа вынести решение. И да, я принял решение написать протокол по этой статье, написал обширный раппорт, где указал о том, что есть такая коллизия, но вот по аналогии суд должен рассматривать. И суд, естественно, вернул этот материал и сказал, что мы это не рассматриваем. Слушай, ну да, кстати, насчет суда. У тебя судебный кач сейчас. Расскажи, что там за история такая. История какая? Мы, у нас сработала система рубеж, которая в машину автомобиля, которая выявляет автомобили, которые разыскиваются той или иной службой. И сработала она на Lexus из-за того, что он был в розыске Дзержинской, Шевченковской исполнительной службы за коммунальные долги. Значит, хозяин машины, эта женщина, задолжала теплосетям около 50 тысяч гривен, ну там по разным подсчетам, я точно не знаю, от 50 до 100 тысяч гривен. И за рулем был ее муж, то есть, собственно, не собственник машины. Мы остановили его, он не был в курсе про то, что автомобиль находится в розыске. Мы ему объяснили порядок, что по закону мы обязаны, если автомобиль в розыске, исполнительная служба, мы обязаны его временно задержать на штрафстоянку с помощью эвакуатора. И в дальнейшем решение принимает выставочный исполнитель либо дать на ответственное хранение автомобиль хозяину машины, либо он будет там, пока человек не заплатит долг. Но это, в общем, нас не касается, это касается работы исполнителя. Мы объяснили это водителю, а водитель там глава афганской общины в Харькове, кажется, или в области. Он, типа, совсем был не согласен, решил вызвать адвоката, потому что не хотел, чтобы мы лексус забрали. И приехал адвокат, который в силу каких-то причин, может быть, он не сталкивался с этим раньше, но он не знал, наверное, как действовать в этой ситуации. Потому что, в принципе, есть такой алгоритм, где адвокат, который приезжает на такую эвакуацию, он сам едет в исполнительную службу, пока мы еще не забрали машину, и решает этот вопрос исполнителям. Либо гасит долг, либо просит исполнителя, чтобы отдать машину на ответственное хранение, и тогда он приносит либо справку о том, что машина отдана на ответственное хранение, либо постановление о закрытии производства. И тогда мы машину не эвакуируем. Мы, в принципе, нам без разницы. Нам лишний раз эвакуировать машину, если возможен такой расклад, нам тоже не хочется. Так, ну что случилось? А он этого не знал, и он, в общем, так решил, что если в Конституции написано, что это его имущество, оно неприкосновенно, значит, кто мы вообще такие, чтобы его имущество лишать? В общем, он так посчитал. И решил, он встал между автомобилем и эвакуатором, заблокировав работу эвакуатора своим телом и своими вещами, своим кейсом. Ну, в итоге, что в сухом остатке это просто, ну, как бы, провокация. И это не первая провокация в моем опыте. То есть, это не первый человек, который становился между эвакуатором и грудью защищал свою машину. Просто встал и это, по-твоему, провокация или как? А что это, если не провокация? Ну, я вам не отдам машину, вы машину не заберете, я отсюда не уйду. Это провокация. И у меня был такой опыт. То есть, люди защищали грудью от эвакуатора свой автомобиль. С некоторыми удавалось договориться, чтобы они все-таки отошли и не мешали. Некоторых приходилось задерживать, потому что, ну, я как полицейский, я имею право требовать от человека, от гражданина, покинуть какое-то определенное место по закону нацполиции или ограничить его доступ на какую-то определенную территорию в ряде исчерпывающих причин. И что ты сделал? Вначале я требовал, чтобы он отошел. Он сказал, я отсюда не уйду, я адвокат, вы не имеете права, делайте, что хотите. Несколько раз я его предупредил, он отказался покидать это место. Я решил просто, так сказать, отстранить его от этого места для того, чтобы эвакуатор продолжал свою работу. Я просто на вытянутой руке, нельзя сказать, что это какая-то грубая физическая сила или рукопашный бой, просто оттолкал его легко от этого места. И в какой-то момент мне даже показалось, что этого будет достаточно для того, чтобы мы сделали свою работу. Но он просто развернулся и пошел обратно. И, соответственно, это называется шоу бы нехило, мы просто бегали бы друг за другом, толкались бы до тех пор, пока у нас смена не закончилась бы. Соответственно, я имею право за невыполнение законного требования полицейского задержать человека. За это есть административная ответственность. Ты его задержал? Я его задержал. Да, я наделал на него наручники, посадил его в служебный автомобиль на то время, пока мы эвакуировали «Лексус». И что важно, он не был задержан как адвокат. Он был задержан как просто гражданин Украины, который нарушил закон. И адвокатское удостоверение не дает человеку права или каких-то дополнительных полномочий препятствовать полицейской деятельности. Да, действительно, есть ограничения у адвоката в плане для того, чтобы его задержать в уголовном производстве. Есть определенные ограничения. Там нужна, по-моему, генеральная прокуратура должна задерживать и так далее. И есть ограничения, что мы должны были сообщить в Раду адвокатов об этом. Что тебе светит за это? Областная прокуратура открыла уголовное производство по превышению служебных полномочий по второй части 365-й статьи. грозит от трех до восьми лет лишения свободы. По этой статье сейчас я в статусе обвинувачного, как я понимаю. То есть мне уже сообщили о подозрении. Прокуратура направила обвинительный акт в суд. Суд первой инстанции вернул обвинительный акт в прокуратуру, потому что оттуда непонятно, в чем моя вина. Ну, то есть там просто написано, что я сделал свою работу, так, как я это указывал в рапорте. А потом указано, что все это было с явным превышением служебных полномочий. Ну, если в двух словах. И плюс они в ходе уголовного производства еще там нашли два эпизода по служебной подделке. Якобы я подделал протоколы. Хотя... А как ты подделал протокол? Значит, мы отправили два приглашения этому адвокату приехать в управление патрульной полиции для рассмотрения этого дела. То есть, не знаю, может быть он приехал бы, принес бы свои публичные извинения, и мы бы в этом не привлекали к административной ответственности. Вот. Два раза он не приехал, хотя у нас есть информация, там, доказательство того, что он получал эти повестки. И причем, что важно, вот, например, протокол задержания я начал писать уже на месте, на месте событий. но коллеги этого адвоката вызвали ему скорую, и он госпитализировался с диагнозом «острая реакция на стресс». Ну, в общем, типа, что у него плохо ему стало. Соответственно, у меня был незаконченный протокол задержания, который я должен закончить, и мне необходимо написать протокол за злостное неповиновение. И такой возможности уже не было. Мы его два раза пригласили, чтобы он поучаствовал, чтобы в его присутствии составить этот протокол, чтобы он был с адвокатом, со своим, чтобы он дал свои какие-то объяснения, доказательства, может быть, приложил. Он два раза не явился, мы написали в его отсутствии, мы по закону имеем право составлять протокол в его отсутствии. И, ну, там такой вопрос, графа там, где подпись правонарушителя, я там поставил отметку «Видпидпас уведмовывся, а вот по версии прокуратуры я должен был написать там на рост, на розгляд справа и називывся». Ну, то есть такая формальная ошибка, вот они считают, что это служебная подделка, потому что из-за этого я его ограничил в праве на защиту. Хотя на самом деле, ну, нигде не указано, какая именно отметка ставится, и в моем понимании, ну, пассивное поведение человека, если он всем своим видом показывает, что я не хочу принимать в этом участие, это отказ. Отказ от рассмотрения, отказ от подписи, от всего остального. Ну, вот такие формальные ошибки, они считают, что это, кстати, служебная подделка. Тебе оказывают поддержку в какое-то направление другие твои коллеги? Ну, конечно, все понимают, что это больше политический вопрос, чем уголовный вопрос. То есть я действовал по инструкции, я действовал по книжечке, и я действовал правильно. И единственно правильно, я считаю, что если бы эта ситуация повторилась, я снова бы действовал точно так же. я не могу после любой провокации как полицейский сказать, а, ну, все, извините, тогда я пошел. Я не могу развернуться и уйти. Ну, то есть я представитель государства, когда я полицейский, и государство возложило на меня какую-то ответственность, какую-то работу, и я должен ее делать. И если я буду реагировать на провокации и разворачиваться и уходить, то зачем вам нужна такая полиция? То есть задача была сделать свою работу, я сделал свою работу. Благодаря моей работе бюджет Харькова пополнился на 50 тысяч гривен. То есть, ну, я не знаю, бабушки, которые получают пенсию, там, полторы тысячи, они платят за тепло. А, ну, человек, который ездит на Лексусе, он не платит. Ну, как вы считаете? Есть и понятие справедливости и так далее. Так что как-то так? И, допустим, вот эта ситуация заканчивается, закрывается благополучно, ты продолжаешь службу. Глупый вопрос насчет планов, но все же какие планы? Какую ты видишь дальнейшую свою профессиональную жизнь? Ну, мне бы хотелось, наверное, развиваться в направлении патрульной полиции. Наверное, мне хотелось бы как-то участвовать в, если это еще реформа, наверное, участвовать в самой реформе, потому что, когда ты работаешь в самом низу, ты отлично понимаешь, чего тебе не хватает, как это должно быть, и что еще нужно сделать, для того, чтобы полиция была классной, для того, чтобы полиция защищала людей, у них были все возможности защищать людей, ну, в общем, все эти вещи. И снизу это отлично видно. Конечно, хотелось бы реализовать этот потенциал, в смысле, для помощи этой реформе, для помощи становления патрульной полиции. Ты говоришь о реформе, а многие говорят о том, что реформа провалилась. Дело в том, что... Существует конфликт между патрульными и теми же районными отделами. Да, ты же будешь постоянно взаимодействовать с райотделами, и ты же видишь разницу между... Что касается того, что реформа провалилась, ну, нет ничего сложного в том, чтобы увидеть какой-то косяк и сказать, что все провалилось. Идет становление полиции. И даже когда я поступал сюда, я понимал, что это не вопрос месяца, года или даже десятилетия. Я думаю, что это десятилетие и десятилетие до того момента, когда гражданин Украины сможет сказать, что у нас самая лучшая полиция. И то, я думаю, что это будет очень нескоро. Пусть не лучшая полиция. Это становление. И это длительный процесс. Пусть не лучшая полиция. Но вот смотри, мы видим, что многие правоохранительные чиновники, если можно так правильно выразиться, как были на своих местах, так они и остались. То есть мы видим изменения на самом нижнем уровне. А выше что? Ведь это то, о чем ты говорил насчет Майдана, насчет поведения людей на улице. И они так вели себя, потому что не позволяли те, кто были над ними. И они остались там же. Ну, во-первых, там мало кто остался из тех же, как по моим наблюдениям. Во-вторых, я участвовал в свое время в переаттестации полицейских. Это были полицейские третьей категории. То есть все райотделы, все там вначале высший офицерский состав, потом средний, потом вот самый низ. И прошло где-то несколько тысяч полицейских буквально через нашу комиссию. Соответственно, что интересно? Во-первых, когда я поступал в патрульную полицию, у нас были тесты ММПИ, это тест на психологический портрет, и тесты типа на загальной навычкой, это аналог теста на IQ. С немножко другой системой оценки. 30 вопросов и максимум 60 баллов, то есть 2 балла за вопрос. И такой же тест проходили люди, когда проходили переаттестацию. Когда я проходил в патрульку, я набрал 48 баллов. Честно говоря, я после этого считал себя полным дебилом. Мне казалось, что это слишком мало, что тут же такие классные парни, наверняка они на порядок выше, и я просто не пройду по баллам. Тем не менее, я прошел, оказалось в среднем, что-то наш средний балл по патрульным, плюс-минус, там 40-50. Когда я увидел средние баллы сотрудников линейных отделов, там были 15-20, и это реально средний балл. То есть баллы, примерно приближенные к среднему уровню патрульной полиции, были в головном управлении у оперов с 20-летним стажем, которые работают по борьбе с организованной преступностью, с торговлей людьми, вот в таких серьезных отделах. Вот там были и выше баллы. И когда я общаюсь с таким полицейским, будучи в комиссии, я продолжаю себя чувствовать дураком, я не знаю даже, что спросить его. Я понимаю, что это полицейский с большой буквы, он отлично знает свою работу. Если он борется с ворами в законе, там есть отдел такой по борьбе с ворами в законе, у него там есть 5-6 таких воров в законе, с которыми он борется. Он знает все про них. Он знает каждую секунду, кто где находится, о чем он разговаривает, какие у него вещи с собой, что он планирует. Он знает о них все. Кто я такой, чтобы как-то понизить его в должности или уволить? Это профессионал. А когда приходит следователь, который работает по линии грабежи-разбоя, не знают, в какой момент грабеж-разбой считаются законченными, вот я принципиально не ставил вопросы, я принципиально не готовился к аттестации. Я использовал только те знания, которые я знаю, как патрульные, которые проработал один год на тот момент. Я задавал элементарные вопросы в духе там, сколько виток власти в Украине. И ко мне пришел советник главы ГУНП в Харьковской области в нашу комиссию. И говорит, слушай, такие сложные вопросы типа не задавай. Ну, следователь не должен знать, сколько виток власти в Украине. А отвечали в основном либо две, либо пять, ну, в общем, либо три там президент, премьер-министр и Верховная Рада, ну, в таком духе. Есть огромная пропасть в этом направлении, в целом, в уровне подготовки полицейских в райотделах. Но все равно нельзя грести всех под одну гребенку. Все равно там были крутые профессионалы и люди с горящими глазами и люди, которые любят свою работу, любят бороться с преступностью. Единственное, что всех людей, которых мы так или иначе уволили, которые не прошли переаттестацию, там 95% восстановилось. И это реальная проблема. О чем речь? Слушай, вот есть такая борьба, и она видна даже людям со стороны, борьба между старой системой и вот этой вот там новой системой, которая зарождается, которая там зародилась с патрульной полицией. Есть все эти прекрасные истории и многие из них, я точно знаю, что правдивы про план по протоколам, например, что-нибудь такое. У вас были планы по протоколам? Да нет таких планов. Но у патрульных я знаю точную историю. и я видел даже не скриншот, а именно переписку в чате. Идея в чем? У нас есть 4 батальона и сейчас реорганизация прошла, есть несколько рот, 5 рот, которые еще делятся на взводы. И у одного патрульного есть там начальников, в общем, командир взвода, заместитель командира роты, командир роты, замкомбата, комбат, еще есть высший начальник управления. И скажут мне, ты так или иначе, как патрульный, ты работаешь. Ну, я знаю, что да, в некоторых ротах командир роты или командир взвода мог поставить какую-то задачу, типа, ну, вы должны что-то принести, какие-то штрафы, просто чтобы продемонстрировать свою работу. Но, надо понимать, я не могу ручаться за кого-то, я могу говорить за себя. Ну, у меня нет переданной задачи оштрафовать какое-то количество людей за день. Но, мне, как, не как полицейскому, как гражданину, мне больно смотреть на то, что происходит на дороге, потому что я тоже езжу на машине. И, ну, когда я вижу нарушение, да, там, я остановил человека, я стараюсь, ну, до последнего быть на стороне этого человека. Я, как бы, не хочу его штрафовать, но реально прошло время предупреждений. Первые полгода, наверное, мы только предупреждениями и занимались и количество аварийности, ну, в общем, процент аварийности на дороге, он только вырос. И я действительно считаю, что штраф – это отличный способ напомнить человеку о дисциплине на дороге. И так получается, что я перед собой не ставлю какую-то задачу на план или на количество, но я штрафовал несколько человек, это может быть один человек за день или никого, или 10, или 15, да, и ко мне нет вопросов, почему ты не работаешь. А если человек, ну, откровенно, там, пришел на зарплату в 10 тысяч, и ему неинтересна эта работа, и он просто никого не останавливает, он где-то пьет кофе целый день, да, и не хотя ездит на вызовы, к нему может быть вопрос, а что ты сегодня сделал? И если он систематически не будет ничего делать, дело не в том, что ему будут ставить план, дело в том, что, ну, просто это такой полицейский, и типа, зачем он вообще нужен, если он ничего не делает? То есть, ну, нет такого, что вы должны принести 10 штрафов или вы пойдете там в пеший. Полицейский в Украине это кто? полицейский в Украине? Каким он должен быть, или какой он сейчас? Я сказал сейчас. Я думаю, это человек, может быть, которому накипело, который, это молодой парень, он честный, я говорю про патрульник сейчас, он молодой, честный, у него горят глаза, ему не нравится то, что происходит вокруг него, в его дворе, в его подъезде, в его районе, в его городе, или в его стране, и он осознанно идет на риск для того, чтобы менять мир и жизнь вокруг него. Как-то так. Слушай, вот с твоего набора, или там с твоей роты, с которой ты, допустим, на площади свободы стоял, и принимал присягу там 27-го, сентября 15-го года, сколько сейчас осталось людей, и насколько много по уходило уже, за эти три года? Я так не подсчитывал. Не, ну ты же общаешься там с ними, ты видишь, там один ушел, другой ушел, или наоборот, смотришь, все остались. Очень большой процент классных, по-настоящему классных ребят, ушли в первые полгода, в первый год, вот в первые полтора, вот в этот период. Я думаю, что это круто было, это был крутой опыт для них, и я думаю, они на своей будущей работе, в своей будущей жизни, они сделают не меньше для своей страны или для своего города, чем в патрульной полиции. Некоторые не были готовы к такому графику, некоторые не были готовы к такому отношению там со стороны граждан, а некоторые, некоторые, может быть, планировали, что будет повышаться зарплата, или моментально произойдут какие-то изменения, а когда этого не произошло, они в чем-то разочаровались. И в принципе, и сейчас продолжают уходить классные ребята, но я думаю, что человек, которому оно, по-настоящему надо, по-настоящему интересно, работа полицейского это всегда в какой-то мере самопожертвование. Хочешь, не хочешь, я думаю, что это в любой стране. Ты всегда будешь идти осознанно на какой-то риск. И для этого нужно, этот стержень активиста, он должен оставаться. И я думаю, что люди, которым по-настоящему это интересно, классно и нужно, и у которых отлично получается, я думаю, они будут работать и дальше. А человек, который понял, что это не его, ну, патрульная полиция это кузница кадров. И всегда, и даже вот патрульно-постовая служба, и опять же, так в любой стране. Человек, который проработал на линии, на улице и хорошо показал себе, у него всегда будет блестящая карьера и в любом из направлений полиции, и в следствии, и в оперативной работе, и так далее. Так что, тут кто-то увольняется, а кто-то остается. Некоторые женятся, а некоторые так. Ты заговорил про активистов, давай про дорожный контроль поговорим, и подобные ему организации. Ты встречался с ними, и были ли какие-то конфликты? Ну, во-первых, во-первых, дорожный контроль как таковой, как гражданская организация, я, наверное, с ними вообще не сталкивался, я не уверен, что они есть в Харькове. Ну, люди, которые называют себя дорожным контролем или каким-то подобным. Называют себя дорожным контролем сейчас каждый вообще. Ну да. Каждый, кто достает телефон, когда видит полицейского и не знает, что с ним делать, каждый, кто просит удостоверение у полицейского показать, ты ему показываешь удостоверение, а он смотрит на него и не знает, что дальше с ним делать, переписывать, а зачем, ну типа. Вот ты вот в таких ситуациях был, сталкивался с... Это каждый день, потому что те блогеры, которые снимают эти видео и собирают миллионные просмотры, они подают пример людям, ну то есть никто не хочет быть оштрафованным на дороге, да, никто не хочет, естественно, попасть в ситуацию, где он не будет знать, что делать в контакте с полицией, и все хотят избежать ответственности, никто не хочет взять ответственность на себя. За три года у меня была одна женщина, которую я штрафовал за красный свет, и она сказала мне, спасибо, что вы меня остановили, ведь я могла попасть в аварию, и теперь я буду внимательнее. Одна женщина за три года, и это была женщина, а не мужчина. Никто не хочет признавать свою вину, никто не хочет нести ответственность. И поэтому в той или иной мире такой активист сейчас каждый второй. И что касается целенаправленно, тех, кто ведут такую деятельность, специально провоцируют полицейских, ну я сталкивался с ними. Вначале, когда только начинал работать, наверное, я мог даже выглядеть глупо, потому что, ну действительно, человек, который целенаправленно занимается одной темой, как проехать на красный, так, чтобы тебя не оштрафовали, но, наверное, он в тот момент знал немножко больше, чем я. Сейчас я знаю немножко больше, чем такой человек. спровоцировать, ну лично меня, опять же, я не могу сказать за всех, ну, наверное, сложнее, чем других. Потому что я знаю в своей работе то, о чем я говорю и чем я оперирую. Ну не будет человек, закроется человек в машине, но мы будем заблокируем его, будем ждать, пока он там будет сидеть. Рано или поздно он выйдет. Ну не захочет показывать удостоверение, значит я его задержу, значит я его доставлю в отдел полиции, значит я все-таки установлю, кто он. Я устанавливаю потом. И как бы, ну просто, что по-настоящему плохо? Одно дело, когда ты показываешь дыры в законе, показываешь дыры в защищенности полицейских или какие-то такие вещи, наверное, это здорово, но когда ты показываешь пример, как избежать ответственности, ты, ну это, по моему мнению, это настоящее преступление, потому что молодой парень, который только получил водительское, который знает, что есть полиция, которая может его оштрафовать, он учится тому, как избегать ответственности и может быть один или два раза ему удастся. И что дальше? Он поймет, что в принципе я могу ездить на красной, мне же за это ничего не будет, в принципе я могу ездить и 150 километров по городу в час, если ограничение 50, а никто не фиксирует это ограничение, никто тебя не оштрафует за скорость. И потом происходят ситуации, как на Сумской, потом, потом происходят ситуации с ДТП, с потерпевшими, с ДТП, с трупами, и там выходит парень, и у него в салоне два трупа, а он пьяный, и он достает телефон и начинает снимать тебя и говорить, а на каком основании вы меня остановили, представьтесь, а у него два трупа в машине. И вот это... Да, это реальные последствия видеоблогов, видеоблогов, которые борются с полицией. Я не знаю, ну это преступление, это... Я не знаю, почему у нас уголовно не наказуемо призывы к... публичные призывы к невыполнению требований полицейских или какие-то публичные оскорбления. полиция это орган, который... у которого есть монополия на применение силы. Это чуть-чуть авторитарный орган. Это чуть-чуть... В общем, ну, это орган, который должен пользоваться уважением в любом случае. Может, дело в том, что у нас десятилетиями уважением не пользуется правоохранительный орган. Конечно. По известным причинам. Конечно. Вполне обоснованно. 70 лет нас разваливали правоохранительную систему, а потом... 70 лет. Даже историю независимости Украины возьмем... А за эти 20 лет ее развалили окончательно. Ну, патрульная полиция это маленькая часть всего, которая только... повторюсь, происходит только становление. Но это осознанный выбор человека, как он себя будет вести с полицейским. Да, он возьмет на себя свою же вину, возьмет на себя свою ответственность. Или он скажет «Нет, делайте, что хотите, я не буду с вами разговаривать». Это способность... Ну, то есть полиция, она вообще очень сильно связана с обществом. И то, каким будет полиция, напрямую связано от того, как общество принимает эту полицию или нет, и как она к ней относится. И есть вот отлично, классное движение, тонкая синяя линия, и там есть три принципа, один из которых я осознанно стараюсь не нарушать закон. Ну, я могу его нарушить, но неосознанно, но я осознанно стараюсь его не нарушать. Я второй принцип, я уважаю полицейского и помогу ему в случае, если будет необходимость. И какой-то еще принцип. Ну, в общем, идея в том, что сейчас у нас это выделено в какое-то отдельное движение со своей символикой, а мне кажется, в цивилизованной стране это вообще нормально. Ну, помочь полицейскому, если полицейский один не справляется с задержанием какого-то большого парня, позвонить в полицию, если ты видишь, как твоему соседу лезет в вор, позвонить в полицию или там остановить полицейского и сказать, что я видел, как пьяный водитель сел за руль. Я останавливаю пьяных водителей ночью и самое ужасное вообще это даже не то, что он сел пьяный за руль, а то, что я могу остановить 30 машин и ни один человек не согласится быть понятым. И я каждый раз я смотрю и у меня потрясает челюсть, я бледнею, я не могу понять вот эту отстраненность. Это же вопрос уже даже недоверия или недоверия к полиции. Это вопрос гражданской ответственности. это типа не рассчитываешь настучать, допустим. Так, настучать на пьяного водителя? Ну да. Завтра он собьет твоих детей. Он собьет именно твоих детей и ты будешь искать понятых. понятой, это же, ну, не знаю, я даже не буду еще полицейским с самого детства для меня это было круто, повысь понятым это значит быть причастным к какому-то процессу, где плохого парня наказывают, следить за законностью, находиться там и следить за законностью. Ну, это круто, это тебе честь такую дают, а, ну, когда ты ночью 30 человек отказывается побыть понятым для того, чтобы наказать человека, который сел пьяным за руль, ну, ну, мне очень больно, очень больно вообще, и я не знаю, как на это повлиять. спасибо. Вспомни, мы закончили на чем-то более веселом, вспомни какую-нибудь добрую историю, что ли, струю патрулирования, или веселую, ну, по-нормальному веселую. Ну, была история, она, кстати, прогремела в медиа в свое время. После второй ночной смены мы уже запаренные были второй подряд. Мы были запаренные, оставался буквально там полчаса до пересменки, и мне позвонил командир и сказал, что нужна моя помощь. Я приехал на адрес, это был перекресток Клочковской, сейчас Клочковский спуск, и посреди перекрестка бегал огромный белый гусь, который, очевидно, сбежал из зоопарка. Из-за него было полностью парализовано движение на этом перекрестке. То есть уже организовалась небольшая пробка, люди резко вытормаживали перед ним. Ну, то есть реальная аварийная ситуация. Естественно, как патрульная полиция, единственный орган, который следит за безопасностью дорожного движения сейчас на улицах, и нам нужно было что-то сделать. У нас собралось три экипажа, и мы гоняли этого гуся минут 15, пока не словили и не отвезли в зоопарк. Мы перекрыли движение полностью с красными мигалками, все это остановили, и потом преследовали этого гуся вдвоем с напарником. Я отвлекал внимание гуся, он начал бежать от меня, и напарник прыгнул на него и задержал его. И потом мы его отвезли в зоопарк, там директор зоопарка нас поблагодарил, оказалось, что это очень редкий типа гусь, горный индийский гусь. И я выложил в Инстаграм фотку, типа мы сфоткали с этим гусьом, и я написал, что в результате жорсткой погони с переследованием нам было затримано особенного злочинца, одним выявился игерский индийский гусак, то его было доставлено, установлено особо, то доставлено до міського зоопарка. И это было ночная смена, я это кинул в Инстаграм и лег спать. А просыпаюсь вечером, открываю там в помощи ВКонтакте, был Фейсбук, и тупо вся новостная лента это новость о том, что полицейские тремя экипажами огоняли гуся. Я сажусь в машину, включаю радио, по радио новая волна или эра, что-то такое, там среди других мировых новостей упоминают эту ситуацию. В общем, она там очень жестко прогремела. И везде там ссылка была, як поведомив о социальном рейде патрульной Донецкой в Докиманку. В общем, кстати, по-моему, даже была служебная проверка по этому факту, почему я служебную информацию выложил в социальную сеть. И что интересно, что очень показательно, огромное количество новостей и местных, и всеукраинских, которые тиражировали эту новость. И вот четко 50 на 50 было отношение к этой новости. Одни говорили, что вроде как мы молодцы, потому что мы спасли редкую птицу, и мы проявили там какую-то человечность и чуть больше сделали, чем должны, и поэтому молодцы. А другие с таким посылом, что вот за наши налоги полицейские гоняют гусей вместо того, чтобы ловить бандитов. И это очень хорошо сочетается с уровнем доверия. Реально, вот 50 на 50. 50 процентов доверяют нам и 50 процентов не хотят почему-то. Последний быстрый вопрос вспомнил, хотел тебе задать. Расскажи, день патрульного полицейского. Как он начинается, как он заканчивается? Ну, просыпаешься ты, если это дневная смена, где-то в 5 утра. Значит, у тебя примерно час для того, чтобы побриться, привести себя в порядок, позавтракать, собрать вещи, привести в порядок форму и выехать. В 6.30 в моем взводе начинается вооружение. К этому времени мы должны расписаться в нескольких ведомостях, получить радиостанции и боди-камеры и потом происходит вооружение. Значит, после вооружения у нас развод нашего взвода, то есть наш командир взвода и командир рота собирает нас, мы строимся и он доводит нам информацию от руководства, ставит задачи на день и потом происходит общий развод всего батальона, на котором часто выступают гости других полицейских органов, рассказывают про оперативную обстановку в городе и так далее. Потом происходит пересменка автомобилей, приезжает ночная смена, мы проверяем машины, проверяем комплектацию, ребята рассказывают нам также, что произошло за ночь, кого мы ищем, какие машины угнали, какие люди совершили разбой, еще что-нибудь. Меняемся машинами и выезжаем на патрулирование. В основном, если это дневная смена, максимум вызовов приходится на день и вечер, соответственно, утро это время быстро выпить кофе и бросаться в бой со всем, с чем мы боремся. Особенно сейчас огромная проблема с наркоманами, с закладчиками, которые оставляют эти закладки. Причем даже не с теми, кто их подбирает, а с теми, кто их оставляет. И часто первое время суток мы катаемся по частным секторам и пытаемся выявить людей, которые их оставляют. ездим на вызовы, штрафуем водителей, проверяем подозрительных людей, потом пытаемся быстро пообедать, втолкнуть себя шаурму по дороге на очередную семейную ссору, потому что часто времени на обед просто нет. Потом снова обслуживаем вызовы, снова обслуживаем вызовы, снова обслуживаем вызовы. И потом переспинка. Потом мы сдаем оружие, сдаем камеры рации, сдаем машины и видоподшиваем те несколько часов, которые остались до следующей смены. А сколько часов остается до следующей смены? Сама по себе смена между сдачей оружия и получением и сдачей. Это где-то 12 часов. Но реально ты приходишь за несколько часов до этого, уходишь через час или больше после того, как сдашь оружие. Поэтому в целом это 13, 14, 15 часов. Ну и не дай Боже, конечно, если в конце дневной смены в 6 часов, когда происходит пересменка тебе прилетает ДТП с потерпевшими, ты можешь зависнуть на нем еще часа на 2, 3, 4, 5 и так дальше. Или если ты раскроешь какое-то резонансное преступление, тебя будут таскать по прокуратурам, райотделам, для того, чтобы каждый тебя просил, каждый разобрался в этой ситуации, это можно зависнуть на сутки. Как-то так. Окей, спасибо. Спасибо. Спасибо вам.